Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы разъясняем содержание книги «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова. Глава 2. Начинается она с важнейшего замечания, обращения к сыну с предупреждениями, которые касаются каждого из нас. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению». Пускай никто не думает с легкостью, без преодоления, без трудностей, а то и падений, достигнуть высокой цели, к которой он направляет свое следование. «Управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». Посещением называется испытание, искушение, скорбь, которая неизбежно сопровождает нас не только во все дни жизни нашей, но и особенно тогда, когда бывает полезно нам утвердиться в благом произволении. И благодаря тем скорбям, которые призваны мы благодушно перенести, наше произволение укрепляется, и незаметно для самих себя восходит человек от степени в степень по лестнице добродетелей. «Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок». Напоследок бывает возвеличивание, и, можно смело сказать, даже не границами этой жизни измеряется. Напоследок, это тогда, когда завершится земной путь наш, тогда и явится та полнота славы, которая прилично тем, кто следовал за Господом и не жалел ради Него жизни своей. «Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». Слова «все, что не приключится тебе», конечно же, означают не только успехи и лавры, не ковровые дорожки и овации, которые могут сопровождать тебя. «Принимай охотно и то, что относится к скорбям житейским, то, что воспринимается людьми как скорби, беды и напасти». Общее слово, которое дает автор этим печалям, — уничижение. «Скорби смиряют человека, делают его и в собственных глазах, и в глазах других несущественным, малым, незначительным, а иногда и презираемым. Вооружись. Золото и то нуждается в очищении в огне, потому горнило уничижения необходимо, как говорили святые отцы. Измелитесь Господу в жерновах смирения, да будете Ему, яко хлеб сладкий. Веруй Ему, и Он защитит тебя». Когда же веровать время? Именно тогда, когда не по-нашему бывает. Именно тогда, когда скорби, как тучи, наступают на жизнь твою, и кажешься себе менее всего и полезным для других, и значительным для себя. Вот это время, когда более всего и нужно возложить упование свое на Господа, и не посрамишься, — говорит Премудрый. «Управь пути твои и надейся на него». И дальше обращается к нам с воззванием автор. «Боящийся Господа, ожидайте милости Его, и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть». Вот в чем оказывается смысл испытаний, болезней, скорбей. Удержаться в следовании за Господом, в вере в Него. Ибо противоположное состояние называет Иисус, сын Сирахов, падением. «Боящийся Господа», — опять взывает он, — «веруйте Ему, и не погибнет награда ваша». Именно в этих уничижениях и, оказывается, приобретение будущих наград и состоит. А вовсе не в том, чтобы награда была на всякий день, теша твое самолюбие и подбадривая твое собственное самодовольство и самонадеянность. Нет, именно в немощи человеческой сила Божия совершается. «Боящийся Господа», — в третий раз взывает автор, — «надейтесь на благое, на радость вечную и милости». Но это ли не пасхальный глаз? Это ли не прославление Пресвятой Троицы? Не явное, тайное, но очевидное. Что есть радость вечная, как не участие в светлом Христовом воскресении? «Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе его и был оставлен, или кто взывал к нему, и он презрел его. Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби». «Нельзя, — говорил святитель Феофан Затворник, за Христом крестоносцем идти без креста. Таков признак всех подлинно следующих за ним. Пребывать в скорбях, испытывать болезни и напасти, но не терять упование на него, но пребывать в вере, и результат этого дела — и прощение грехов, и спасение от скорби». «Горе», — далее возвещает автор после ублажения тех, кто боится Господа. «Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным, и грешнику, ходящему по двум стезям». Что значит «две стези»? Это значит, одной стезей я хожу, когда все благополучно и так, как мне хочется, и другой стезей ропота, уныния, маловерия, неверия, отчаяния, тогда, когда не по-моему бывает. «Горе» вновь возвещает автор сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Вера есть проявление воли человека. «Твое дело, веровать или не веровать, твое дело, даже сознавая скудость своей веры, возопить вместе с отцом, просящим Иисуса Христа об исцелении его отрока, верую, Господи, помоги моему неверию. Но если ты не захотел веровать, ибо говорит святитель Григорий Богослов, нельзя убедить того, нельзя убедить веровать того, кто не хочет быть убежденным, и поэтому возвещено тебе горе, не будет защищено твое незахотевшее веровать сердце. Горе вам, потерявшим терпение, что будете вы делать, когда Господь посетит? Видели вы жизнь Иова Многострадального, терпение Иова слышали, и видели, что потом явил ему Господь за его верность, за его терпение. Но потерявший терпение теряют вместе с ним и самого Господа, и его расположение. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Таким образом, задачей жизни своей надо положить развитие в любви к Богу. Как это сделать? Говорят опытные, не имея любви, делай дела любви, и даст Господь тебе любовь. Делами же любви ко Господу является молитва к Нему, является исполнение заповедей Его, является очищение сердца своего пред Ним в таинстве покаяния. Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Сам Господь будет помощником для тех, кто в сердце своем положил восхождение ко Господу главной задачей своей жизни. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред Ним души свои, говоря, «Впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо кого величие Его, такова и милость Его». Здесь важное слово «уготовят сердца свои», уготовить что-либо, обед или дом прибрать к приходу гостей, сопряжено с трудами. Так и уготование сердца своего – дело не единоразового какого взмаха своих слов или позитивных и правильных мыслей, но это труд всей жизни, но результат его велик. Давайте лучше доверим себя рукам Господним, рукам всемогущим и рукам милостивым, тем, чем будем надеяться на князя человеческого, на людскую помощь только, ибо каково величие Его, такова и милость Его, а людям свойственно быть весьма неблагодарными и переменчивыми. Продолжение следует...